Время был защитником. Время был очень сильным. В то же время остался добрым всегда. Каждый день висел на турниках, занимался. В конце концов поехал, сам поступил, отучился, вынес все. Гордился тем, что он служит ВДВ. Было его не призвание, это была религия его. ВДВ стало для Игоря религией в старших классах. Перемены в парне заметила классный руководитель. Все свободное время стал проводить в спортзале. Результат – десятки грамот за победы на районных спортивных соревнованиях. В руках учительницы сейчас только часть наград. Когда он в 10-м классе уже определился, что он хочет пойти в военное училище, не просто в военное, но вот стать десантником, мама его испугалась, потому что это все-таки опасно. И я ему говорила, Игорь, где-то вот готовишься и с парашютом стал ездить в страду прыгать, и все, сам стал, никому сначала не сказал даже. Но все-таки, говорю, ты какой-то и второй вариант готовь, вдруг не поступишь. Он сказал, второй вариант и не может быть. Вот только так я поступлю. В Рязанское высшее воздушно-десантное училище поступил с первого раза. Физкультуру на испытаниях в ВОЗе сдал на 100 баллов. И в первые же каникулы в курсантской форме пришел в школу. Красавец не узнать. А в школу пришел первый класс. Видите, такой черный классический пиджачок, костюмчик, как взрослый мужчина. Но вот Галина Владимировна, что он был худенький, в начальной классе, он был такой крепыш, и его звала про себя Провичок. Это вот мой любимый Провичок. Идеальный порядок на парте в школе и в спальне дома. Этому Игорь всегда уделял внимание. На до сих пор заправленной под линейку постели голубой берет и фуражки десантных войск. Вообще, в дыре мне считается, что это гордость служить в войсках. Были афганцы, были чеченцы. Я тоже был в горячей точке. Поэтому он гордился, наверное, и захотел пойти тоже, наверное, слушать. Учиться. Учиться. Сразу у него вот эти прыжки. Чего стоило Игорю уговорить родителей разрешить прыгать с парашютом? Упросить маму дать расписку, что не против таких опасных занятий? Парашютным спортом он увлек одноклассников. В Стародуб ездили все вместе, а потом все вместе шли в спортзал. Отец Игоря – учитель физкультуры. Даже зимой просили меня вечером поздно открыть спортзал, чтобы я открыл. Когда одноклассники все собирались, они с удовольствием шли в спортзал и играли в волейбол. Флаг на стене гостиной в доме Магон, кажется, был всегда. Отец Игоря Михаил служил в десантных войсках. День ВДВ для семьи особенный. Игорь хотел, чтобы 2 августа был и его праздником. В начале 90-х Михаил Магон служил на Украине. После развала Союза как раз выводили десантные войска. Заканчивал срочную службу в Псковском ВДВ. Спустя почти 30 лет лейтенантом Псковской дивизии стал Магон-младший. Михаил Магон рассказывал сыну о знакомстве в начале 90-х с легендой ВДВ Владимиром Шамановым, когда тот был полковником. Диплом об окончании высшего училища ВДВ Игорю Магону вручал теперь уже генерал-полковник Владимир Шаманов. Впрочем, рассказывал о службе Игорь немного, даже родителям. Да, у него вообще не спросишь, что делать. Защищаю, защищаю родину. Все. Слова о любви к родине в семье Магон произносят шепотом. И звучат они, кажется, по-особенному. Мы простые люди, воспитанные тоже в деревне. Тут тоже есть свои традиции, обычаи. Вот. Мы придерживаемся их. И дети тоже такие же. Но не понимаешь, что нужно помогать родителям. Мы помогали родителям в свое время. Да. Ничего особого тут нет. Черно-белые фотографии из семейного альбома лежат рядом с цветными Игоря. Такие же сияющие молодостью лица, влюбленных в жизнь парней. Но если нужно, готовых отдать самое дорогое за друга и родину свою. Наталья Будник, Сергей Дюков. События. Суражский район.